Ну и после вот того Грошинского далекого фестиваля мы с Борисом Советовичем, несмотря на достаточную разницу в возрасте, дружили долгое время. И вот в памяти об этом очень хорошем человеке, журналисте, барде, одном из родоначальников авторской песни, я хотел бы исполнить его песню, которая называется «Аннушка и Антон». С этой песней тоже очень много у меня связано. Дело в том, что когда мы, я служил еще лейтенантом, у нас была вторая поющая эскадрелька, вот в том фильме, вот, и был какой-то юбилей полка, надо было что-то исполнить, и к нам пришел двухгодичный оборотехник по АДО, и вот он сказал, что он до этого работал на гражданке на Чуководке. И он говорит, к нам приезжал бородатый мужик такой, говорит, так здорово песни пел, и, говорит, была у него песня «Аннушка и Антон». А я тогда был на АН-12, «Аннушка» — это АН-2, вот рядышком, и как бы это все перекликалось. Но дело в том, что слуха у него не было, мелодию он так очень приблизительно помню, и слова тоже, хотя ключевые слова, не угнаться «Аннушке» с Антоном, это все. Короче, я там что-то допридумывал, потом я уже, конечно, нашел эту песню и что-то там уже поменял, но мотив, по-моему, все-таки не оригинальный. Вот как я пою его, так и пою. И вот после Грушинского Борис Савельевич, а я еще не знал, что это его песня, он приглашает меня на радио «Возрождение», где он вел передачу «Давайте услышим друг друга». И вот он после каждой песни там что-то говорит, говорит, а потом говорит такую фразу, а ведь и мне давали подержаться за штурвал «Аннушке» на Чукотке. И берет свою семиструнку из кустов и начинает петь эту песню. И я понимаю, что тот бородатый мужик, о котором мне рассказывал мой приятель, вот он сидит передо мной. Потрясающе. Я ему, конечно, сказал, что вот, а я вот тогда-то, он говорит, а давай пой свой вариант. И это был прямой эфир, как помню, и вообще было первое моё выступление на радио. Итак, «Аннушка» и «Антон». На судьбу нелёгкую слезы надо, надо ли на долю, на такую пенять? Глупо на налу менять, а надо ли, и залив креста, так не тщательно менять. Полоса на взлёте мутит бетона, над аэродромом погода звенит. Не угнаться «Аннушке» за «Антона», ты уж не «Аннушка» и звенит. Может быть, чего-то здесь меньше, чем где-то, Но зато в бурге бесконечной назло. Голубые звёзды кладёт планета На твоё плечо, на моё крыло. Полоса на взлёте, гудит бетона, Над аэродромом погода звенит. Не угнаться «Аннушке» за «Антона», ты уж не «Аннушка» и звенит. Самые нелёгкие наши трассы, Самая короткая — это «Заря». Те, кто здесь летает, зовутся «Ансами». И, пожалуй, это совсем не «Заря». Полоса на взлёте, гудит бетона, Над аэродромом погода звенит. Не угнаться «Аннушке» за «Антона», Ты уж не «Аннушка» и звенит. Вот и сопки солнышко осенило, Тает ночь полярная, в море нырнув. Ждёт меня по надыре Антонина, Ты уж меня, Аннушка, не ревнуй. Может, где-то больше, чем тут чего-то, Но зато в бурге бесконечное назло. Голубые звёзды кладёт Чукотка На твоё плечо, на моё крыло. Голубые звёзды кладёт Чукотка На твоё плечо, на моё крыло. Бардо! Бардо! К сожалению, погиб, Его сбила машина с своими маленькими дочками. Ему было уже за 70 лет, И в семье не погибли. Но я его помню. И многие его помнят. Бардо, он вообще был бескорыстным человеком. Он столько людей вытащил на большую сцену, дал путёвку в жизнь, Замечательные стихи писал.